ребят всем привет привет доброе утро лечат опроснулись вам привет в общем ребята мы вчера заселились нашу новую квартиру и был выбор поехать ночевать к лене до для назвала опять под переночевать но мы хотели попробовать переночевать нашей квартире вновь в общем посмотрели где можно разместиться у нас такая раскладушка была этот диван хозяина он сказал его уберет он вчера не все убрал к сожалению он должен убрать вот это полностью весь угол этот наш стол стоит маленький доска детская столы человек собрал вещи вчера грузоперевозку заказал кстати грузоперевозка обошлась совершенно недорого 500 юаней за все то есть два рабочих было один из них водитель был рабочие по 200 юаней и доставка 100 юаней всего на грузовичке вообще здорово то есть наши все вещи вылезли в маленький грузовик вот здесь кухня там уже кое-какие вещи расставили по местам уже приготовили где куда чего должно стоять это тоже хозяин должен убрать шторы за что или так как там соседи 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 ну ладно придумаем уж тюлечку какую-нибудь придумаем и там тоже соседи там тоже тюлечку придумаем сегодня мы направимся в школу поснимаем наш обычный день а может быть и необычно сегодня мы идем первый раз школу да там у собрание будет будет выдавать форму посмотрим в общем что там будет происходить только собирает кубика рубика кто-то кстати мы приобрели в икее вчера везли его в метро хозяином его вчера приклеил модуль сверху конечно уберем да обувница такая общая стильненькая красивенькая красиво смотрится поставил я его чтобы он не мешался он раз как-то там встал как вам спалось то в нашей новой квартире здорово да ну и хорошо мне нравится что вам нравится что нет конфетки не надо доченька с утра сейчас мы пойдем позавтракаем пойдем позавтракаем в общем ребята все поснимаем наш день сейчас мы собираемся 5 минут уже выходим пойдем в школу я сразу встречаюсь таким списком при входе по моим площадочку только сделали Это учительница по-китайски, Гуд Муэй. Веронечка водички запросила, в общем, нас усадили в класс, там сидят, что-то рассказывают по-китайски. В общем, это, видимо, наш будущий класс. Я пойду, где я была, к ней, да? Да. Это мисс Кэнди. Полинкин классный руководитель. Показывают школу, показывают распорядок дня. Восемь утра, начало. Восемь утра, допустим, быть в классе и так далее, до пяти часов, в общем, а скорее до дня. Веронечка, Марионечка нервничать не показалось. Новый класс, новые знакомства, новые люди, новые учительницы. Ты давай, слушай, слушай, смотри. Она говорит, по каким дням какую одежду одевать, когда одевать нарядную одежду, а когда спортивную. Угу, форма одежды. Говорит, что надо подписать одежду. Сейчас. Учительница их английская. Вот эта, которая слева, да? Да. Мелисса ее зовут. Мелисса. Северной Африки. Северной Африки? Да, она сказала, да, Северной Африки. Как она тебе говорит? Есть акцент? Да, она, нет, она учитель, она преподаватель по образованию и работает с детьми. Там работала с детьми. Китайская учительница по английскому языку. Очень энергичная. Посмотрите, какая. Мама встала. Мне кажется, она другого. Хорошая такая. Очень энергичная. Мама встала. Все новое, да? Все такое необычное, да? Рюкзачок такой хорошенький, маленький. А, да, кстати, в этот раз выдали рюкзак маленький. Помнишь, поле у тебя здоровый был рюкзак? Тяжелецкий, можно сказать. Ну что, бетонная площадка и вот такое деревянное сооружение красивое. Там прям в нем, в центре прям деревья растут, они их оставили. Дети, он их пробует. Опа! Попали в пробку. Мы пришли в офис узнать, есть ли русские дети еще в нашем потоке в первый класс пошли. Почему? Ну, потому что папа считает, что Веронике будет одиноко. Ну что, Веронике будет легче, если будет один, хотя бы русскоговорящий ребенок. У нас, у Полинки так вообще пять русскоговорящих детей было в классе. Мы, конечно, их потом разделили. В общем, сейчас встретились с ребятами, они наши подписчики. Катя с ними вела переписку, да? Да, мы с Люсиеной переписывались, наверное, месяца два уже. Она задавала вопросы по переезду, по школе. В общем, у них младший ребенок пошел в школу с нами в одну. Но он пошел в четвертый класс, да, не сказать? Да, наверное, потому что он три класса закончил русской школы. В общем, они идут по нашим стопам, заселились на Даши, да? Рядом с нашим бывшим гарденом. Но они в соседнем гардене заселились. Новые, да, тут хорошие. В общем, мы будем ходить в одну школу, будем общаться. Зовут нам гости. Приятно познакомиться, если вы смотрите это видео. Ну все, ребят, всем пока! Всем пока! Всем пока! Поехали!